Это рубрика Photoshop Easy as Fuck, и сегодня покажу вам, как очень просто и, главное, быстро можно убрать любую глубокую складку или замятость на одежде. Поехали! Складки на одежде, наверное, один из кошмаров ретушеров. Особенно, если это съемка лукбук или журнальный эдиториал, где одежда должна выглядеть идеально, но на площадке попросту все эти замятости проглядели. Первое, что скажу, что от варианта ретуши складок с помощью восстанавливающей кисти, штампа или заплатки лучше сразу отказаться. Так точно ничего хорошего не выйдет, придется долго с этим совсем возиться, на одежде, скорее всего, останутся пятна и следы от кистей. В общем, будет очень заметно, что были какие-то манипуляции на ткани. И лучшие варианты ретуши одежды, это, конечно же, доджберн и частотное разложение, но они практически бессильны в подобных ситуациях, когда ткань замята очень сильно. И для того, чтобы убрать такой залом, нужно прибегнуть попросту к замене этой складки ровным куском юбки. Как же нужно действовать? Возьмите любой инструмент выделения, к примеру, лассо, и выделите довольно крупную область, куда войдет и залом, и ровная поверхность. Далее с помощью команды Ctrl-J или Command-J скопируйте выделенный участок на новый слой. Теперь нужно сделать трансформацию. Вытягивайте этот кусочек таким образом, чтобы одной из сторон складка перекрылась. Для удобства снижайте непрозрачность этого слоя, чтобы видеть, насколько нужно его еще трансформировать. При необходимости воспользуйтесь другими инструментами трансформации, щелкнув правой кнопкой мыши по фото. В данном случае я выберу Warp или деформацию. Немного подгоню вот этот угол, чтобы все остальные складки легли ровнее. Когда этот этап закончен, останется только закрыть этот слой маской. Alt или Option плюс клик по значку создания маски. И белой кистью зарисовываем складку. Работайте мягкой круглой кистью и следите за тем, чтобы все остальные области вокруг складки состыковались. Если на этом этапе вы видите, что трансформация выполнена не совсем верно, то вы всегда сможете вернуться на этап назад и поправить все так, чтобы все складки или швы состыковались. Если нужно, уменьшайте непрозрачность кисти, чтобы края лучше растушевывались и не оставалось границ от этого слоя. Если вдруг где-то останутся еще пятна мелкие замятности или если в целом ткань требует последующей доработки, то вы легко сможете проработать это позже. К примеру, с помощью все тех же частотного разложения и доджберна. Здесь я уберу буквально пару пятен, которые образовались с помощью доджберна и ретушировать полностью юбку я не стану. Но складки чуть выше я бы убрала подобным же образом. Все остальное это ретушировала бы с помощью доджберна. Вот и все, складка убралась легко и такой метод будет работать на любых тканях, даже самых фактурных. Главное следить за стыковкой рисунка ткани. Если у вас остались какие-то вопросы, то как обычно оставляйте их в комментариях, ставьте лайк и делитесь видео со своими друзьями в соцсетях. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы точно не пропускать новые видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok